Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» в Риге программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня гость в студии вживую. Это актер Герц Кроменш. Доброе утро. Доброе утро. И мы договорились с ним немножко поговорить о театре. Ну, как мы обычно разговариваем здесь в этой студии с гостями. Герц, у тебя была недавно премьера. Я у нас Рига-Стеатрис. У нас открыли сезон, и случилась премьера, которую готовили еще в прошлом году, но из-за ковида, как многие откладывают, отложили. И я хочу сразу сказать, что в конце сентября у нас была читка общая. Мы читали на латышском пьесу белорусского драматурга Павла Плешко «Сосед». И это был твой первый опыт в таком мероприятии. Ну, да. Читки, которая идет на публику, которая не ведет за собой точно дальнейшие репетиции спектакля. И читка с актером, с которым ты никогда раньше вместе не работал. Вообще-то я сейчас вспомнил, что когда-то было. Но это было, я был в таком мандраже и так волновался, что даже сейчас только вспомнил, что это было. А что это было? Это было, мне кажется, это было в рамках Хоманова что-то такое. Но это давно было. Ну, что-то там такое вообще-то было. Но, да, но это пьеса «Сосед», да, которую мы читали. Мы сначала же ее читали на русский. И это мне было намного как бы труднее, как бы потому что я скажу, что обе переводы, то есть перевод на латышском довольно, я думаю, удачный. Он легко идет, он как-то ритмически совпадает с оригиналом, потому что на русском, конечно, это другой музыкальный язык, который звучит, он написан так, что вообще-то как поэзия. Он звучит, потому что каждое слово и этот ритм, как начинает один герой и продолжает подхватывать второй, он как-то ритмически втягивает. И как-то, да. И получилось это сохранить для латышской версии тоже. Да, получилось, получилось. И еще, что я думаю, что интересно, что я думаю, что этот текст еще откроется, потому что он такой обманчиво, как бы кажется легкий. И как бы говорит о каких-то повседневных бытовых ситуациях у этих людей, но там что-то есть. За этим что-то есть. Там очень что-то есть за этим. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказал о музыкальности текста, и мне сразу захотелось тебя спросить. У тебя же за последнее время было много опытов работы с музыкантами, да? Такие читки разных произведений вместе с музыкантами. Вот расскажи об этом, что это для тебя? Женя, я первый раз осуществил свою мечту. У меня был концерт с пианистом Андреем Осокином вместе. И он мне позвонил и сказал, что он хочет сделать какую-то совместную, я выбираю поэзию, он музыкальное что-то. И мне уже сразу голову, а, Цветаева, я же, мне как раз был томик Цветаева, который мне, кстати, подарил Борис Фрумин. И я читал, читал, и думаю, ну где же я буду его по-русски-то читать, ну где? И вот я думал, вот это как раз то, потому что Цветаева как раз это то, как написано. Но она очень ритмически пишет. И эти слова, как они идут одни за другим, это музыка уже сама по себе. И, конечно, Андрей, который со своим произведением, он был как не этот вариант, где аккомпанирует, но он был, это был как диалог. И это для меня было открытие, потому что... Что можно так существовать, да? Да, что это как бы не просто подыгрывает что-то там, лю-лю-лю-лю, да? А то есть у тебя были стихи, как твой текст, а у него была музыка, как ответный текст. Да. А ты подхватывал опять стихами, а он подхватывал музыкой. Она как бы высказывала или продолжала то, что есть поэзии или недосказыванное, и он продолжает это со своим. Для меня это была новость, ну такое приключение участвовать. Но вы сами это делали вместе с ним, вдвоем, да? Да, я выбирал музыку, потом репетировал так, что идет, что лучше, что... А публики много было на концерте? Это вы на Спорта 2 играли в Ораторе или где? Нет, нет, мы играли на улице Бривибс, есть, я не помню номер, есть фортепианный зал. И это пространство не маленькое, но и небольшое, но для такого концерта она была идеальная просто. Ну, мне кажется, где-то 40-50 было. Человек, да? А будете повторять, как вы думаете? Ну, раз уж мы об этом говорим, и нас сейчас представляют, сколько людей его могут услышать. Мы хотим это продолжить. Потому что я тоже это пропустила и очень хочу, я уезжала, у меня не было, я помню, ты мне написал об этом. Я бы очень хотела. Но я вот хотела сказать, что я вот буквально недавно посмотрела похожий очень перформанс в Дёжджи Дилл Театре. И вообще, мне кажется, и вот то, что делает Анда Задовская в своем концертном зале на Барона в Далле Музыка Намс, она же давно начала такими вещами заниматься, да, и твои коллеги по театру тоже там много делают. Там же сейчас Андрес Крес читает Вацветс, да, с Паулсом, да, у них вечер. Я знаю, что там и... Кто еще из твоих коллег читал? Там был Каспар Знодзенч, да, Вилс Далзенч. Ну, то есть это уже такая, ну, как сказать, можно даже сказать, такая традиция таких музыкально-поэтических вечеров, да, таких театрализованных театров. Тут даже сложно сказать, что это такое. Да, ну, это такой жанр, который как-то не распространился, но еще, но хорошо, что он есть. Ну, мне тоже кажется, что это очень интересно. Я вижу, как сейчас молодые по-другому это делают, но тоже используют такой способ, да, взаимоотношений стихов и музыки. Потому что там даже вот и Кирилла Этсис, похожие вещи же делают, только они совсем по-другому звучат, но смыслово они также, да, существует эта музыка и стихи. Я знаю, что Сережа Тимофеев свои стихи читает, у него диджей с ним рядом. Ну, это такая очень интересная вещь, мне кажется. Да, для меня это новость интересная. Ну, вот, то есть мы можем сказать, что если вам интересно слушателям, что происходит вообще там, да, на современной сцене в Риге, то помимо театров, о которых мы все время говорим, вот есть такие интересные вещи, на которые мы вам рекомендуем ходить. Не пропустите в следующий раз гирта с музыкантом и пианистом Андреем Масокином. Если вдруг вы будете. Да. Мы об этом сообщим. Ну, так что, и у тебя ведь очень длинная и очень занятая была актерская жизнь, я просто сейчас объявлю об этом, если можно, ну, можно уже, да, в Новом Рижском театре. И мы познакомились, когда ты приезжала в Москву со спектаклями Нового Рижского театра много лет назад. И я знаю, что у тебя было там по многу спектаклей в месяц, да, был какой-то период, когда ты, наверное, кроме театра и не видел ничего. В своей жизни. И тут вдруг ты принимаешь такое решение и говоришь, я буду независимым артистом. Да. Женя, я шел на эту передачу и думал вообще, ну, что для меня театр? Ну, что это такое сейчас для меня? Потому что раньше, я помню, когда мне было где-то 16, 17, 18, ну, я смотрел, ну, все подряд. Я был просто, ну, не знаю. Фанат зрителей такой, да. Я шел там на спектакль, даялась на театр юного зрителя. Ну, там, ну, просто мне ничего другого не надо было. Потом я как-то попал внутрь, с другой стороны этого театра. И как-то... Как-то... Тебя туда втянуло. Знаешь, меня втянуло и уже меньше как-то потянуло с другой стороны. Ну, почему... Ну, то есть ты в какой-то момент перешел из зрительного зала... В другую. В другую сторону. В зеркале. И тогда уже для тебя вот эта дорога осталась основной, да? Да, потому что... Значит, я начал то, что я ищу в театре. Это, наверное, какой-то... Я ищу для себя новый опыт. Если я чувствую, что мне это уже все знакомо и... Рутина стала, да? Стала рутина, я не вижу, как бы, для себя развития. Мне становится неинтересно. И это тоже происходит, и я, когда я смотрю спектакль. Да-да-да, конечно. И я засыпаю просто. Я как-то делаю все... На сцене ты засыпал. Ну, знаешь, отключилось. Случилось такое. Как раз случилось в спектакле Каспархаузера, где мы... Был такой спектакль Малвис Каспархаузер, где мы где-то пять актеров сидели. У нас было пианино в одном углу сцены. И мы все играем, ну, компанемент этого спектакля. Там был такой, но он был такой, что непонятно, где он, где кончается эпизод, и где начинается второй. И нам, ну, каждому надо было объявлять название эпизода. И было так, что я играю, играю, играю. И думал, а я сказал уже следующее эпизод. Что это или нет вообще. Или нет. То есть ты отключился просто, да? Я отключился совершенно, да. Было такое. Ну, интересно. Ну, да. И я решил после, конечно, нелегких раздумий и внутренних метаний принять это решение. Уйти. Это было для меня просто необходимо как для личности и как человека. Это просто, я понял, что этот период, он был очень интересный и очень богатый, он кончился для меня. Но мне кажется, что мы должны правильно сформулировать здесь. Ты ушел ведь не из театра, ты ушел просто из труппы такой, да? Да, я ушел из труппы. Из такого, ну, как бы, того, что называется театр, там, дом, семья, с одной стороны, с другой стороны, это часто превращается уже в такую зависимость, да? И ты понимаешь, что это сложно. Ты просто остался в театре, но ты выбираешь свою дорогу в этой ситуации. Да, да. И мне просто родилась... И спектакли же ты там играть будешь? Я буду играть в те спектакли, которые для меня важны, которые я считаю, что это для меня... Как для художника имеет значение, да? Как для художника имеет значение. Если мне это разрешают, я это использую. Использую, да, я это делаю. Но я тебе хочу сказать, что в этой студии очень часто сидят люди, которые даже юными выбирают вот такую дорогу, быть независимыми. У меня была Анта Айзопа, да, которая просто мне сказала, мне так больше нравится. Я могу выбирать. Я могу выбирать сниматься в кино, делать это, играть этот спектакль в этом театре. Я могу менять партнеров, я могу выбирать режиссеров, я могу выбирать проекты. Это очень трудная жизнь, она нестабильна, она рискованная очень. Но она вот, она мне об этом так сказала, говорит, мне прям от этого хорошо. Да, ну это, знаешь, это как-то заставляет самого себя формулировать, что я хочу. И вообще в жизни, и в профессии, потому что в театре, ну бывает. Знаешь, ты сидишь как в этом, есть этот, японские эти рестораны, где эта лента идёт, и тебе эти блюда вот. Да, 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 на тарелочках цветных, да. И это вот что-то подобное, что в репертуарном тебе Атри. Тебе всё едет, всё-то, что-то маленькое, что-то сладенькое, или что-то там, ну не очень вкусненькое. Да, 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 ну и мне надо это взять. Либо есть, либо сидеть в голодном. Да, и знаешь, я лучше как-то, вот интересно. Поскучишься в другие двери? По причинам, вот интересно самому. Сейчас вот я выбираю то, потому что так и так и так. Выбираю то, потому что это, не знаю, ну это мне просто нужны деньги. Выбираю это то, потому что это для сердца у меня. И другой работа выбираю, потому что... Я никогда такого не делал, да? Я не делал, что будет, давай с головой, потом выберемся. Потом буду либо прятаться, говорить, да, что я не получилась, либо гордиться. Это для моего роста, и это, знаешь, как возрождение я чувствую сейчас. Я как, я сейчас начинаю как бы чувствовать, потому что в театре у меня это пространство, которое, оно для меня было, знаешь, оно как-то сжимало меня. Вот ты просто начал расти, как Алиса в «Стране чудес», знаешь? Ты начал расти, расти, расти. А мне как-то не хватает, мне как-то сжимает. А сейчас это просто, это, ну вообще-то, если это сказать, я могу, ну все. А скажи, можно я тебе задам вопрос? А сейчас, когда ты приходишь, вот ты сейчас пойдешь играть, и у вас будут опять дублинцы, да, с улицы Мера, тот спектакль, который ты выпустил. Ты когда приходишь играть, тебе нет этого ощущения маленького пространства? Тебе там сейчас комфортно? Ну, во-первых, это мои коллеги, с которыми мы так близки. Близки, потому что, ну... Большая жизнь вместе. Большая жизнь, и мы многое, ну актер, если играет вместе, он как бы узнает много помимо слов, и как-то это очень, ну такие близкие отношения, не надо ничего говорить. Ну, ну да, ну я чувствую, что я все-таки как-то другой. Ну, знаешь, как личность, другая. Тебе нравятся эти чувства? Это так есть, я не вру себя, это так. И это... Это... Сначала был такой долгий перерыв, и когда мы начали дублинцев репетировать, я пришел, но первый какой-то... первый день был трудный для меня. Потом уже как-то взошлось, и все, 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 все. Ну, работа просто, да, уже как бы возвернулась в нормальное... Но, конечно, это другие уже отношения, как-то, знаешь, ну да, отношения, потому что... Ну, есть какая-то... Для меня это немножко легче, потому что, знаешь, мне вот такая, как-то кажется, вот эта проблема, может быть, репертуарного театра, потому что я уже смотрю на своих коллег, а я уже все знаю про них, ну, все уже знаю, и там... Тут есть двойная история, на мой взгляд. И как-то, ну, это очень трудно как-то, это, наверное, совместно и с режиссерами, все создавать такие обстоятельства, что ты все время в каком-то... В познании нового, да? ...поиске и, ну, и там, и уважение к коллегам, и так, и эти отношения в репертуарном театре, об этом можно было говорить... Но об этом говорят все, Гер. Это же во всех театрах происходит. Я не знаю, я даже сейчас думаю, ну, как... Ну, мне кажется, что... Да, ну, ты знаешь, ты по доброй воле, ну, не знаю, да, ну, как бы по доброй воле живешь годами в этом пространстве. Ну, и в любви, между прочим. Вот это тоже надо сказать. Ну, знаешь, как бы... От любви к ненависти... Да, там... Вот я говорю, тут двойная история. Это двойная история. Потому что ты, с одной стороны, живешь в любви, во второй, с другой стороны, ты живешь в зависимости. Ты, в одной стороны, живешь по доброй воле, с другой стороны, ты никуда не можешь оттуда деться, даже если куда-то хочешь пойти. С одной стороны, ты знаешь всех, и тебе кажется, что это рутина. А с другой стороны, ведь надо признать, что те отношения, которые между актерами выстраиваются, партнерские, они очень часто дают вот это вот ощущение, действительно, понимание, которое зритель считывает, и которого ты никогда не добьешься в каком-то проекте, где люди быстро встречаются, репетируют. А здесь такие глубинные отношения, которые приходят, например, там, вот я могу тебе сказать, извини, пример приведу. Я сейчас смотрела «Солярис» в Вильнюсе, и там очень интересно все придумано, и там главная роль играет Нелли Савиченко. Она актриса, я ее видела когда-то и у Хермани, ой, у Крашунова, извини, смотрю на тебя и говорю, конечно, про режиссера Нового Рижского театра, Малвиса Херманиса. И с ней играет Мартина Снедзинскас, актер, которому там чуть за 30. Я их первый раз увидела 10 лет назад в «Чайке». Она играла Аркадина, он играл в «Треплево». И у них после этого были еще какие-то встречи, они играли какие-то еще спектакли. Ну, понятно, что они давно как бы вместе. И это так чувствуется, это так видно, что между ними были уже партнерские другие какие-то связи, которые здесь в «Солярисе» выросли, дали какой-то еще подтекст, ты знаешь. И это, конечно, в репертуарном театре большая заслуга. Когда актеры, как ты говоришь, я все знаю, но это все знаю, оно же с одной стороны хорошее, с другой стороны и трудное. Да, да, да. Как удержать, вот знаешь, как мне говорят все время про театр? Ведь театр, это самое главное в театре, это удержать все время баланс между финансами и творчеством, между зрителями, популярностью и искусством, между одним и другим. И как удержать вот этот баланс в том, о чем мы с тобой говорим, это тоже важно. Ну, я думаю, это какая-то... Честность к тебе, к себе, ну, всякое может случиться. Вот ты нашел баланс теперь в другом. Да, ну, вот ты говорила, что встречаются актеры и в этом антрепризе, ну, в другом. В проектном. Да, и, наверное, если у актера большой опыт в этом репертуарном театре, где он уже набрал всякого опыта, играл все, и, ну, как бы съел там пуд соли, тогда вот такой уже, как бы, думаю, что для него это интересно. Если это молодой начинающий актер, то, конечно, репертуарный театр хорош для того, чтобы ты играл, 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 и там спотыкнулся, опять встал, играл, 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 потому что это можно узнать только в практике. А с другой стороны, репертуарный театр тоже мы знаем с тобой, и столько было примеров, куда попадает молодой актер и играет две-три роли в сезоне, и сидит в театре, и не делает ничего, и никаких у него возможностей нет. Ну так да. И это тоже ведь трагедия. Сколько интересных актеров так, в общем, и в советское время тоже, когда был только такой театр, другого не было. Ой, ну да. Страшно вспомнить. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты теперь, после того, как ты столько лет провел там, с той стороны, как ты говоришь, ушел когда-то с главного входа в служебный, планируешь ли ты вернуться на главный вход и походить, посмотреть какие-то спектакли? Немножко мне этот интерес как-то понемножку... Возвращается. Возвращается. Не скажу, что еще немного времени еще прошло от ухода. Ну, да. Мне как-то немножко... Я хоть начинаю об этом задумываться, что надо, может быть, пойти там посмотреть что-то. Чтобы, знаешь, потому что вот я начал, что для меня театр, и это вот сейчас жизни, я я сейчас в данный момент думаю о том, где мне я думаю про путешествия. Мне очень хочется какой-то опыт путешествия, что-то незнакомое, как бы попасть в мою мечту. И то же самое я ищу как зритель. Это то же самое как бы путешествие, но сжатое в пространстве и в таком пространстве, которое не агрессивно для меня. Знакомое для тебя. Знакомое и доброжелательно. И безопасное для тебя. Да, безопасное. Безопасное. и это тоже самое вообще-то в каждом спектакле ну я так себе ну даже ужасно есть какой-то ну хоть один какой-то ну мне так все-таки да, было ну какое-то откровение или какой-то мысль это ну не можно сказать, что если даже плохой спектакль, что это ну даром. Ну это я тоже с тобой согласна. Мучительно, конечно. Всегда что-то ты находишь, что-то в тебе откликается, да? Ну то есть мне кажется тут всегда вот я сейчас смотрю много спектаклей, да, и смотрю на языки, которого я хорошо не знаю. Если в Латвии я уже все-таки начала включаться в язык, то вот сейчас в Литве я смотрю спектакль. Мне сложно, но все равно я заметила, все равно действительно ты душой откликаешься, и что ты всегда находишь в спектакле, театр, он в общем, тоже я об этом думала, для чего нам нужен театр? Для того, чтобы тебе рассказали интересную историю, которую ты, как ты сейчас прекрасно сказал про путешествия, что ты вместе с этими людьми, которые на сцене, пускаешься в какое-то трехчасовое путешествие, да, и они тебе показывают и открывают какие-то новые миры. А еще что? Они могут ответить тебе на какие-то твои вопросы, которые тебя мучают вдруг неожиданно. Ты думаешь, о, я как раз об этом недавно думала, и тут мне про это рассказывают. И тогда и твое сердце на это откликается. Или просто красота, как вообще красота в станичное пространство. Да, в этой волшебной коробочке. Это было как бы давно и несовершенно давно я посмотрел, я говорю сейчас о Роберте Вилсоне, потряс его, я поехал в Стокгольм, у него был такой спектакль Dreamplay, Игра снов, Игра снов Стринбергом, и мне это так, ну, я не знаю, мне просто, это, как известно, у него все, как в картине, и это волшебство, как это, это был первый просто спектакль, Вилсона, который я видел, это было где-то начало 2000-х годов, но я был вообще потрясен, и думал, как же это так возможно, ну, как же это так красиво, и как же, я не знаю, что будет дальше, это как какой-то тонко-тонко, да, ау, так, да, чудо, да, Вилсон, это чудо, правда, каждый раз, и, как бы, он повторяется, и все равно, что-то там есть, что, ну, какая-то магия, тебя завораживает, да, все время, да, это какая-то, скажи, пожалуйста, я почему спросила, потому что тут недавно в интернете увидела фотографию твоей коллеги, Гуны Зарине, которая ищет билет на трехгрошовую оперу в Берлине, она уехала, видимо, на нескольких дней, и ходит там по театру, да, я тоже очень люблю путешествовать, ходить в театр, я, для меня лучшее путешествие, я об этом здесь в программе говорила, лучшее путешествие, когда я езжу в Авеньон, или куда-то еще, и покупаю билеты в театр, и вот сейчас этим летом я тоже ездила, мне повезло, меня пригласили в Канны, там были знакомые, показывали кино, и я, конечно же, тут же купила билет на Саймона Стоуна, и поехала смотреть в Экс-Сан-Прованс, его новую оперу, ну просто я не могла не поехать, для меня это всегда вроде бы работа, а с другой стороны, это для меня самое лучшее, когда ты путешествуешь, а вечером ты еще куда-то идешь, и вот получаешь такой заряд, какой-то заряд, новые переживания, новые впечатления, такое путешествие с путешествием внутри. да, но это какой-то дает смысл этого путешествия, еще что-то какое-то. Вот поэтому мы часто ездим в Вильнюс с компаниями отсюда смотреть литовские спектакли, потому что это немножко другой театр, и это всегда очень полезно, мне кажется, посмотреть другой театр, сравнить. Знаешь, почему я, например, всегда любила, мы же познакомились на фестивале НЭД, когда вы приезжали с спектаклями, почему я очень любила международность в этот фестиваль, и вообще, мне кажется, это необходимо в пространстве театральном иметь серьезный большой театральный фестиваль, как в Москве же их много, там и чеховские территории, и НЭД, и сейчас там идет пространство режиссуры, и в Санкт-Петербурге есть, ну, много фестивалей международных. Ну, потому что чеховский фестиваль, я когда-то открыл Деклана Донала в 90-е годы, чеховский фестиваль привозил кого? И Люка Банди, и Костылучи, и, господи, сейчас я даже не могу всех вспомнить, понимаешь, потому что на самом деле чеховский фестиваль создал эту платформу понимания нового театра, нового театрального языка, хотя бы для профессионалов в России, потом, привозя уже серьезные спектакли, того же Хайнера Геббельса, и играя их в залах на тысячу мест, конечно, это, или Пин и Бауш, понимаешь, которую тоже привозили регулярно, конечно, это формирует еще и новую зрительскую среду, с которой можно разговаривать. Да, да, мне как-то запал в голову текст польского режиссера, напомню, как... Творковского, Лукаша, Порковского. Да, что он говорил, что в польских театрах, эти репертуарные театры гибче, с какими-то новшествами, ну... Что вообще польский театр направлен на эксперимент. И это, мне кажется, хотелось бы пожелать в латвийском репертуарном театре. мне так... Посмотрим, что получится у Лукаша тут теперь, который, Боже, должен приехать и поработать здесь. Да, это хорошо. Ну, и, мне кажется, это интересно, потому что немецкий театр, и французский театр, и английский театр, там много разного есть, и чешский, и венгерский, и румынский. По большому счету, ведь мы можем выбирать и смотреть, что угодно. Это сбораживание. Да, ты меня немножко... Это мир, дополнительный мир в нашем большом мире. Да, ты мне... Как-то меня немножко закрутило. Поедешь путешествовать? Нет, и посмотреть, что происходит в театрах. Я хотел... Мне сорвалась поездка. Да, я же не сказал. Я хотел посмотреть, это было два года назад, изобелли пер, был стеклянный зверинец, но он как раз... В Париже. В Париже, да, вот он. Но он сорвался, все. Но вот как раз это очень интересный опыт, то, о чем я тоже всегда думаю о том, как интересно, когда режиссер одной культуры сталкивается с актером другой культуры, и из этого рождается какой-то новый театр вообще всегда, понимаешь? Потому что вот то, что работала Изабель Юпер в Эдеоне, это же Варликовский с ней, это Кшиштоф Варликовский из Польши, который ученик тоже Кристиана Люпы, и который очень много работает там, во Франции, и очень много сделал с Сабель Юпер, и я так думаю, что он ее, для нее же открыл, какие-то новые качества ее как актрисы, это всегда очень интересно. да, да, это то, что артист как бы ждет, и человек ждет, что с ним, ну не только артист, но я не знаю, но я о себе могу говорить, я жду открытия, и мне интересно, что что-то со мной случится такое интересное, но для этого надо делать шаги самому в какое-то направление, которое я сам себе задаю и формулирую, что я хочу. Просто так я думаю, что ничего не случается. я думаю, да, ты должен быть хотя бы открыт этому, не прятаться для нового. Ну хорошо, что впереди ждет, расскажи, пожалуйста, куда приглашаешь, какие спектакли со своим участием, что играешь, какие концерты может быть будешь делать тоже. Вдруг ты что-то еще загадал или сам куда-то поедешь что-то смотреть. И я, ну во-первых, мне есть, как говорится, спектакли, которые есть еще в Новоамережском театре, которые любимы для меня и очень надеюсь, что случится спектакль белорусского автора «Сосед». Перспективе. Да, я очень надеюсь. Это мне как-то для меня был бы интересный опыт на русском языке играть. И я еще думаю, что обязательно будет с Андреем что-то. И вообще-то я как бы Андреем Осокином. и как-то я знаю, что наверное, когда-то случится, что я сам что-то для себя сделаю, потому что я считаю, что мне кажется, что я как бы так готовлю и отталкиваю. Этот момент не настал, но я знаю, что надо прыгнуть и смело заявить о своем. Скажи, пожалуйста, а вот недавно мы с тобой как раз говорили о том, что есть два спектакля в Риге, посвященные одному человеку, собственно, и истории одного театра. Ты же играешь в спектакле, который случился два года назад как раз, премьера, который играется в Новом Рижском театре, и вы его продолжаете играть, и ты играешь в реального персонажа. Ну, расскажи немножко. Да, это был кошмар. Сложная работа, Это было ужасно сложное, потому что ну, как бы изначально были только то, что написано в театральной истории. Причем советского времени еще тем языком сложным, да? И этот сценарий этого спектакля с помощью Гатте Шмидта, который режиссер, рождался в начале репетиций, когда мы начали, все было надо придумывать самим, и к нам шли актеры, которые согласились что-то рассказать о том времени, и очень большая благодарность Карине Петерсон, которая дочь режиссера Петера Петерсон, которого я играю в этом спектакле, она поделилась такими рассказами, которые мне очень помогли, как бы, знаешь, поймать эту эссенцию этого человека, неважно, это всегда как бы... Суть, характер, да? что это такое, как он по своей, что у него такое самое, ну, и, конечно, он труден сначала был для игры, потому что очень много персонажей, и как бы он такой фрагментирован, нету такого длинного подробного повествования, разбега, тебе сразу надо подняться, и ты как бы уже в игре, потому что потому и важно это, что ты схватываешь эту сущность этого человека, чтобы уже мог... Ну, то есть ты не вокруг и около ходишь, а ты должен сразу его показать. Ну, это как личность очень интересная и уже, к сожалению, забытая, и как бы это хорошо, что этим спектаклем мы о этих людях напомнили, что они тоже ступень какая-то которые мы продолжаем. Это так важно. Я хочу сказать, мое вот тогда ощущение, оно не прошло от этого спектакля. Это такое какое-то признание в любви театру и людям, которые его делали и делают. И это в этом спектакле, в котором играет в общем весь цвет вашей труппы этого театра, Нового Рижского театра. Мне кажется, что это такое, какой-то действительно поклон одного поколения другому. И это очень красиво. А сейчас премьера в Далес театре, который сделал Вестру Кайриш, который так и называется, Смельдис, и она рассказывает совсем по-другому историю, ту же историю того же театра, но по-другому. Это тоже. Мне было интересно. Выдающим все художественным решением каким-то очень визуальным. если у вас это больше такая какая-то изнутри про людей, про их отношения, то здесь, конечно, этот масштаб впечатляет. И ты понимаешь тоже, какой театр может быть разный и как о нем можно по-разному рассказать. Да. Это самое лучшее. Что есть. Потому что у каждого есть свой опыт. Да. Ну, хорошо. Тогда мы всем желаем каждому своего опыта в театре. И чтобы этот опыт произошел, надо делать шаги, чтобы осуществить этот опыт. Пока не попробуешь, не узнаешь? Да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Радио Болтком.